В то время как лженаучные ролики про плоскую землю, откопанные и закопанные города набирают миллионы просмотров, видео на канале Инженер в деталях рассказывает о технике и технологиях. Не ложь об исторических событиях, а технические знания помогают улучшить вашу жизнь. Видео о замене картриджа в смесителе ZORG приносит пользу и уже набрало более 100 просмотров. В одном из прошлых видео я рассказывал о таблице подрывных технологий. В этом видео я хотел бы продолжить изучение таблицы с использованием статистики по приведенным в ней технологиям. Для начала предлагаю ознакомиться с русской версией таблицы. Ссылку на нее вы найдете в описании. Так, быстро пробежимся по характерным местам таблицы. Нижний левый угол. Здесь расположены технологии, которые уже используются, быстро распространяются и не очень сильно подрывают существующую альтернативную технологию. Умные подгузники, океанические ветровые станции, криптовалюта, концентрированная солнечная энергия. В центре таблицы расположены технологии, которые будут использоваться через 10-20 лет, иметь относительное среднее время широкого распространения и степень подрыва существующих технологий. Биотопливо из водорослей, печать органов человека, децентрализованная энергия, пожизненные личные помощники-аватары. В нижнем правом углу расположены технологии, которые появятся более чем через 20 лет, будут очень медленно распространяться и не очень сильно подрывать существующие технологии. К ним относятся реактивные пассажирские самолеты, добыча астероидов, здание, поглощающее загрязнение, силовое поле. В верхнем левом углу расположены технологии, которые также появятся более чем через 20 лет, будут очень быстро распространяться и очень сильно подрывать существующие технологии. К ним относятся разговорные машинные интерфейсы, алгоритмы продолжительности жизни, удаление цифровых следов, персональный цифровой щит. И заканчиваем обзор правым верхним углом, в котором расположены технологии с низкой вероятностью создания в обозримом будущем. Невозможно предположить, когда они начнут использоваться, но скорее всего они будут долго распространяться и сильно подрывать существующие технологии. К ним можно отнести технологии сверхчеловека, телепатию и искусственное сознание. О сотой технологии авторы не могут говорить. Точно неизвестно, что это означает. Но можно, например, предположить, что следующая технология будет придумывать искусственное сознание. Всеми этими технологиями или другими занимается та или иная компания. У авторов таблицы не нашлось примеров только для шести технологий. Эта технология 69 – чтение и запись снов, 72 – имплантированные телефоны, 74 – мужская беременность и искусственная матка, 82 – алгоритмы продолжительности жизни, 92 – персональный цифровой щит и 95 – децентрализованная автономная организация. Основная масса технологий в таблице относится ко второму и третьему горизонтам. Распределение технологий по темам выглядит так. Основная масса технологий связана с темами экосистема данных и умная планета. Сравнивая распределение технологий по темам для разных горизонтов со средним значением для всех 100 технологий, получается следующая картина. Как видно, технологии, принадлежащие к теме «Аугументация людей» выделяются среди всех остальных. Также немного выделяются технологии, относящиеся к теме взаимодействия человека с машинами. Основные технологии плюс-минус совпадают с общей тенденцией. То есть основная масса технологий направлена в сторону второго горизонта, наименьшая направлена в сторону четвертого горизонта. Сравнивая распределение технологий по горизонтам для разных тем со средним значением для всех 100 технологий, получается такой результат. Как видно, в технологиях третьего горизонта преобладает тема «Аугументация людей», а в технологиях четвертого горизонта – темы «Экосистема данных» и «Умная планета». Какие выводы из этой статистики можно сделать? Обращаемся снова к таблице. Все, что в левом нижнем углу, уже используется. А значит, потенциальных конкурентов придется догонять. Все, что в верхнем правом углу, маловероятно и потребуется много усилий для внедрения. Верхний левый угол интересен тем, кто хочет занять существующий рынок, заменив старые ценности новыми и обанкротить крупные компании, которые, понятное дело, будут сопротивляться. По центральному пути могут пойти сами крупные компании, потому что здесь приемлемые сроки широкого распространения и степень подрыва существующих технологий. Нижний правый угол мало кого заинтересует сложностью широкого внедрения. Но зато низкая степень подрыва существующих технологий может позволить не беспокоиться о противодействии крупных компаний. Значительное поле для деятельности предлагают технологии второго и третьего горизонта по темам экосистемы данных и умная планета. Таких технологий 39 смотрите перечень в описании. Все эти выводы сделаны на основе приведенной таблицы, поэтому если принципиально авторы таблицы ошиблись в расстановке технологий, то и выводы не будут правдоподобны. Актуальность разработки любой из технологий должна изучаться отдельно в каждом случае, а сделанные выводы могут быть применимы в первом приближении. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на канал, так вы не пропустите новые видео о технике и технологиях.